Всем привет, меня зовут Денис и сегодня я вам покажу как в Старкрафте 2 можно отбиться от меха тирана за полосов. Перейдем к игре. И, значит, включим камеру с моего видения. Играя я через девятый пилон, тринадцатый гей, четырнадцатый гас, пятнадцатый пилон, семнадцатый кибернетический бро, девятнадцатый зелот, после зелота сталкер. Как выходит сталкер, идем ставить второй нексус. Это более сейфовый вариант и ей можно отбиться от всего. Первые моменты, которые я увидел. Когда я пришел сюда, увидел газ, нашел на него, увидел меньше пятидесять газов. То есть там было где-то пятьдесят шесть газов уже выкопано. Это значит, что она сделает себе рипера. Скорее всего будет рипер. Пробка ушла сюда, хотя я ее отправил на минерал, это значит, что он меня уже закрыл. И она отсюда уже не выйдет. Выйдет рипер, либо выйдет марик и убьет эту пробочку. Значит ей нужно максимум принести урон своему оппоненту. Хоть какую-то пользу, но сделать. У меня делается зелот. И я забыл поменять реллипоинт с нексусом. Пробочка пришла сюда. Чуть-чуть покоцал этого. Дальше коцает этого. Вот чуть-чуть, но что-то сделали. Зелот пошел посмотреть. Ставит он мне на экспанд что-то. То есть будет он мне запиливать экспанд. Вышел сталкер. Убиваем разведчика. И ждем рабочего. Двадцать седьмой экспанд получается. И после экспанда сразу сжимаем его щипку. Дополнительный пилон. Второй гейт. Второй гейт. После чего ставим два газа форжу. То есть форжу и два газа. Не получилось мне его убить разведчика. Но я его в скором будущем таки убью. Поставил я два дополнительных газа. Здесь был еще один гейт, но он мне не нужен. То есть я забыл что я его сюда поставил и отменил. Не хватает два гейта. Теперь. Первый апгрейд на броню. После чего делаем Финлайт Камсул. И дальше делаем зелотов. Зелотов. С сентрями. Одного сталкера сюда. Сделали так чтобы. Покосать по максимуму этого рипера. Теперь я пока ничего не знаю чем. В какую стратегию идет мой оппонент. Поэтому я делаю ноги. Все по стандарту. И выхожу в Туинлайт Камсул. Со штормами. Вот он у меня уже делается Туинлайт Камсул. К этой минуте нужно потихоньку добавлять фотонки. Вот тоже одна фотонка есть. Вторая ставится. Натурал. Маба Щупкор в позиции. Хоть он чуть чуть не стоит правильно. И у меня друг на базе геликами. На четыре гелика. Я потеряю штук семь рабочих. Но он потеряет геликов и медоват. Теперь что это значит. Как только я увидел гелионов. И в количестве шесть. Это значит что он сто процентов пошел в робо. Это большая вероятность того что он будет делать михтерана. Я добавляю роботикс фасерты. Роботикс мне также нужен для того чтобы делать абсофт. Потому что помимо гелионов он может сделать минки. И дальше делаем что. Беру армию и иду к нему на натурал. Мне это нужно для того чтобы понять. В какую технологию он все таки пойдет. Если будет танк то я буду уже знать что там михтеран. Значит я вижу. Раз. Две минки закопанных. Мало мариков. И машинка. Ну значит это где то процентов восемьдесят девяносто. Что это будет. Мехтеран. Дома не забываем заказывать рабочих. Постанавливаем экономику. И делаем призму. Призма нужна для того чтобы делать харас. Также я сделал иллюзию. Я подтвердил что там будет михтеран. Видите у него аж три факторки. Нет две факторки. Она была первая. Две факторки. Загружаем двух зелотов. Варпы обмечают двух зелотов. И идем к нему высаживаться. Добавляем гейты. Делаем имморталов. При игре против михтерана нужно добавлять как минимум одну базу в плюсе. От тирана. Значит я знаю что у него две базы. Делается третья. Значит мне нужно чтобы был третий рабочий. И не давать ему копать на третий. Также очень важно чтобы его очень много харасить. Чем больше вы его харасили тем лучше для вас. Потому что он по сути не может сильно защищаться. У него очень неподвижная армия. Немобильная армия. Не нужно как то его отвлечь. И убить. Не убить, а похарасить сильно. То есть не давать ему возможности легко копать. Если так. Чтобы ему не было очень легко. Вот он дополнительные факторки добавляет. Теперь призму не потерял. Это хорошо. Берем армию. И идем опять его харасить. Значит он третий не поставил сюда. У него сто процентов поставил сюда третью базу. Прихожу смотрю нету. Но камни уже разбиты. Значит он скоро пойдет туда. Засветил меня. Надо посмотреть. Все мы поняли. Значит они все сверху стоят. Дальше харасим на базе. Почему? Потому что зная что его армия тут. Или основная армия тут находится. Мне приходится. Не приходится, а я его харашу. Начинаю убивать факторки. Все довольно таки просто. Вам нужно только ловить его на позиции где он находится. Если он находится на защите своей третьей базы. То вы его харасите на мейне. Ему приходится снимать все войска. Или по крайней мере некоторые войска. И прийти защититься. Вот видите. Он большую часть армии вернул домой защититься. А я в это время атакую его сюда. Варпами ему и сюда на третью базу. Чтобы он не копал. Он по сути стоит на двух базах. Причем одна очень сильно похорошенная. Как видите без рабочих. Если мы посмотрим даже по убитых рабочих. У меня 18 против первых 8 которых он не убил. И фокусим ему ЦЦ. Теперь можно сделать атаку. С двух сторон. Но слишком много юнитов. И нет смысла. Нужно уходить отсюда. Штормы очень сильно бьют по хелбатам. Хоть у них и много хп. И по сути нужно два шторма чтобы убить. Два полных шторма чтобы он посидел под штормами. Чтобы убить их. Но все равно их очень сильно убивают. Он сделал четырех викингов. Это хорошо для него. Видите я ему уже и натурал хорошо. Моя призма ему не дает спокойно развиваться. Возвращаемся домой. Дальше делаем иммортал. И нужно добавить. Старгейты. Он против этого состава армии. И нужно делать то что. Сильно бьет с воздуха. Сильно бьет с воздуха. Против темпесты. Крейсера. Также можно добавить архонов. Имморталов. И штормов. Практически это весь ваш. Состав армии против такого соперника. У него даже больше юнитов чем у меня. 150 на 136. Но у меня армия намного мобильнее. И я смогу как вы понимаете его задержать. Теперь он знает что моя третянычка здесь находится. Значит ему нужно напрячь мою третянычку. Хорошо. Поднимаемся наверх. Ждем его чтобы он поднялся. Подводим мабы щипкор. Подводим мабы щипкор. Подводим мабы щипкор. Да. Вот я подвел мабы щипкор. Включаем фетон оверчардж. И можно потихоньку защищаться. Он меня сканит. Но у этого мехтирана очень мало танков. То есть обычно у таких тиранов очень много танков. А у него получилось очень мало. За счет того что я его очень много харасил. Призмы в самом начале игры. Апгрейд у меня 2-2. Третий не делается. Нет, третий не делается. И я добавляю старгейты. Четыре. Чуть-чуть поздно получилось. Но все равно. И опять харашу. Опять нужно харасить. Со временем чтобы он не расслаблялся. Против рабочих, когда по вам стреляют танки. Нужно в них становиться в кучу. Чтобы танки раздавали не только по зелотам. Но и по его рабочим. И как вы видите уже 34 убитых рабочих. То есть суть всего этого. В том что. Мехтиран плохо защищается от дропов. От хараса. Вопрос в каких харас есть. Значит у нас есть. Оракула. Либо призма. И теперь. Если посмотреть по оракулам. То есть. У него тут нету. Это самое. Туретки. И тут нету туретки. И тут нету туретки. В этом случае можно. Оракул у него. По харасить. Но. Обычно они ставят себе по туретке. Эминерал. И там. Тогда становится сложнее харасить рабочих. Так же я увидел у него. Штук четыре викингов. Это значит что мне будет сложно. Его похарасить. В этом случае. Оракул. Оракул умирает быстро от викинга. Он у меня спалил четвертую базу. И идет мне ее убивать. По инкам. И вы видите что я. Он впереди. На этот за счет моллов он только впереди. Хотя нет. Странно. А нет я тоже выкопал свой мейн. Так что поэтому у нас все. Одинаково. Сейчас у меня должно пойти вперед. Потому что у меня есть уже четвертая база. Он становится в позиции. Чтобы убить мне. Базу. Но. У меня уже должно выйти четыре. Мпс. А скоро. Убьет он мне эту четвертую базу. Зато. Я ему. Похорошу его. Мейн. Отправил дарков. Извел этот дарки. Это еще один хороший. Харас. Против тирана. Тиран понимает что убив мне. Четвертую базу. Может на меня атаковать. У него уже много танков. Их двенадцать. И нападает на меня. Значит. Я беру темпестов. И начинаю. Темпестами раздавать. Пивотанту. У него уже нечем защищаться против воздуха. А у меня четыре темпеста. Он их видит. И делается еще четыре. Итого будут. Восемь темпестов. Против чего у него ничего не будет. В это же время я ему похорасил в третью базу. Ему пришлось подняться и уйти. То есть я уже в большом плюсе по играм. Как вы видите. По потерянным рабочим. Семьдесят семь на десять. Много танков. Которые сейчас по сути ничего не зарешают. И добавляем. Поддержку к темпестам. К темпестам поддержка нужна. Сталкера. Штормы. Что то что может убить викингов. И о чем я и вам и говорил. Терпение. Выжидание. И харас. Все. Ну здесь уже ГГ. Как вы видите. То есть. Нужно все время харасить призмой. Ловить его армию в позиции. То есть знать где его армия находится. И ловить ее вне позиции. Вот например если здесь бы кинуть призму. Под арками. Они бы все тут порезали. И как вы видите. Восемь топестов. По танкам. Неплохо такие стреляют. Все. Вот и все. Это и есть. Как нужно отбиваться от Мехтерана. То есть это один из вариантов. Есть также варианты через Ведреи. Через Зилота Штормы. Архоны. Имморталы. Ну мне больше всего нравится. Таким образом. От Мехтерана. Если вам понравилось. Ставьте лайк. Если вам не понравилось. Тогда не ставьте лайк. И пишите в комменты. Почему вам понравилось. Или не понравилось. Так что вы можете подписаться. На мой канал. И на твиттер. Всем спасибо. Всем пока.